Девица Не пунцовая, не алая Она просто красивая Красота, лепота Красавица, лепотица Ну, лепотица это уже там на сербском языке Есть такое слово А вообще, так говоря Вот Этот аппарат я купил Ну, как бы вам объяснить Вот был такой ситком, сериал У нас он шел как Саша плюс Маша На украинском телевидении шел Леся плюс Рома Какой оригинальный, американский, я не знаю И вот там вот скетчи разные И вот в частности один, когда Маша спрашивает своего мужа Сашу, говорит, я сейчас хочу зайти Посмотреть себе велосипед Скажи, пожалуйста, какие характеристики я должна узнать Он говорит, ну, конечно, ты должна узнать Размер рамы, количество передач Размер колес Ну, я не знаю Может быть там Вес велосипеда Она говорит, спасибо Идет в велосипедный отдел И говорит Покажите мне красный велосипед То есть красный цвет Он вообще как бы В аппаратуре Ну, я не знаю Убивает сразу Наповал Вот 100 баксов плюс называется Потому что Например У меня несколько аппаратов красных Вот я даже подумал Я вам покажу, наверное, всю свою серию Потому что Ведь от тайги до британских морей Красная армия всех сильнее Ну, у меня не армия У меня, может быть, там Рота Может быть, даже и не рота А взвод Там Ну, где-то десяток красных аппаратов есть Я вам их покажу, наверное Этот аппарат Мне раньше попадался Вообще Это Шарп GX Не GF А GX 250 В серии GX Я знаю три аппарата 250 300 И 400 А мне попадался Два раза 250 Один раз В красном цвете На рынок Вытащили его Ну, там Продавец Он вообще Не в теме Он там Какими-то Швейными машинками Занимается И он сказал 250 гривен За него Ну, эквивалент 10 долларов Ну, я там Не очень В контактах С этим продавцом Я послал моего знакомого Он говорит Не, он уже хочет 500 Но дело в том Что аппарат был До такой степени Ушатанный Что Ну, там Было убито Очень много Ну, просто Смотришь И понимаешь Что восстановлению Не подлежит А второй раз Попадался Мне в красном Не, не в красном В серебристом цвете И он долго У нас стоял на рынке И на него Особо никто не клевал И Он таки был продан Ну, я не помню Сейчас курс доллара Какой тогда был Что-то, по-моему За 900 гривен Или за 800 Даже А, нет По-моему 900, кажется Я предлагал 800 Ну, это на тот момент Было, по-моему 100 долларов Как раз Хозяин сказал Что нет Вот ему поставили Вот там Он начинал Вообще там 1500 Падал, падал, падал Потом один Человек Там Нас забрал Он мне звонил Говорит Что все нормально С аппаратом Ну, вот в белом цвете Он меня В светлом цвете Потому что он был Серебристый Но он никак Не вдохновлял И самый главный аргумент Что мне не нравилось Ну, как бы вам сказать Он пустоватый Тут, то есть Как бы Мы эту аппаратуру Люба не так За звук Как за вид За красоту А здесь Масса таких Открытых Пространств На которых Просто ничего нет Вот Видите Он сделан Как бы Блочный Псирдоблочный Видите Такие полосочки Разделительные Но вот здесь Скажем Абсолютно Пустое поле Здесь тюнер Здесь эквавайзер Громкость Индикаторы Которые Как оказалось Работают Только на Воспроизведение Деки И Собственно Магнитофонная часть Магнитофонная часть Как вы видите Судя по кнопкам Тут От Семисотого Пятисотого Ну еще Там у нас Тридцать седьмой Тридцать восьмой Кути Есть еще Ну Вот смотришь И Мало Мало Вот То есть Как бы Я бы еще Знаете Просто так Сделал бы Фальшивых кнопок Здесь Каких-нибудь Ну Мне кажется Это было Интереснее И веселее Колонки Не в пример Скажем Телу Выполнены Здорово Видите Вот эти кольца Хромированные Тут Видно Что здесь Бумажные Динамики Стоят Ну На мой взгляд Колонки Просто Красиво Смотрятся И Мне кажется Этот Аргумент Ничем Не опровергнут Еще Вспомнил Что мне Как-то Попалось Тело Разоренное Без передней Панели И оно Там 25 гривен Просили На тот момент Ну Это где-то Бакса Три Это стоило Я Укупил Ради 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 Трансформатора И вот Ради этих Ручек Попадется Мне аппарат Без этих Переключателей А они У меня Есть Ну Мне Такие Ручки Ни разу Не понадобились В общем Они где-то Там У меня Валяются Я сегодня Думал Что Я не снимал Платы Пошел В кладовку Смотрю Там Только Один Корпус Лежит Значит Где-то Я Действительно Снял Трансформатор Трансформатор Здесь Хороший На 68 По-моему Ватт Ну Давайте Я включу Естественное Радио Украина Могнира Обмена Информація Нім Один Доллар Коштует Мир Читочки Тим Дим Дим Я хотела На ветром Близько На землю Летись Дим 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 Н Усе Зокрема Нафту На вірус Проникне Україну Не боються Що вплив вірусу На якуну Музика 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 Сразу Вообще Там Я так понял Что и несколько секунд Это уже Посягаю На чью-то Собственность Интеллектуальную Поэтому Я не хочу Иметь проблем Поймите меня правильно Кассетная часть Переключатель Тейп Инжект Обратите внимание Индикаторы Сейчас работают А вот на радио Как-то вот Я не понимаю Почему Можно было бы сделать Как-то веселей бы Смотрелось Точно Я головки Не подстраивал Может быть Она не совпадает Ленты не мои То, что было Под руками Я ставлю Я вообще Ее только сегодня Я первый раз включил Потому что Получил я его Позавчера Благодаря Моему Так сказать Подписчику Вадиму Из Днепропетровска Ну там По-моему Не Днепропетровска Там Днепродзержинского Бывшего А теперь Кажется То ли Каменское Называют То ли Каменный Я не знаю У нас же Декоммунизация Переименование И полное счастье После этого Так вот Он мне два аппарата Подогнал Этот В том числе Он мне ссылочку Прислал Я посмотрел Думаю Ну не вижу повода Не выпить Как говорится То есть Его купить Цена была Ну я не могу сказать Что дешево Хозяин Сначала поставил Эту цену А потом Видя проявляемый Интерес Начал Его гнать Вверх Ну короче говоря В общем Мы стояли И смотрели Ну виртуально Друг на друга Я сказал Выше Первоначальной Цены Я не дам Ни копейки А там уже Хотите да Хотите нет То есть как бы Ну в конце концов Он сломился Потому что Куда-то надо было посылать А так У меня Этот Вадим Он сел на автобус Поехал Забрал И говорит Что у меня не было Аргументов Вот там бороться Все работало у него Кассетная дека работала Радио работало Наверное Линейный ход тоже работал Я не проверял Еще К этому аппарату К этой серии GX Была 300 Раз мне попалась Но в отличии от 250 Но 300 Уже подвесы Паралоновые Ну и соответствующая Проблема возникает Они осыпаются И еще есть 400 400 Реверсный аппарат В те времена Когда Ну это было Наверное лет 8 Когда так знаете Бум магнитол был Я знаю Что один из Завсегдатов Шизаудио Шизы Просторечному Он готов был Дать большие деньги Один раз Опять таки Где-то в районе Днепропетровска Выскочил этот аппарат Но пока я позвонил Человек сказал Что Вот Уже ему дают деньги И на мое предложение Двойной цены Он говорит Нет Молодец Честный человек То есть как бы Так что 400 серия Редкая А особенно В красном цвете И я не знаю Сколько сейчас Это стоит А цены Попадали Соответственно И у народа Как-то Парадигма Вся изменилась То есть магнитолы Сейчас не в фаворе Я не знаю Что в фаворе Денежки Наверное И прочие вещи Более реальные В общем Из этой серии Вот этот шарп Самый нижний Я не знаю Его можно Наверное Сравнить Ну вот Я сейчас вам покажу Практически То же самое Только управление Здесь Электронное Здесь два столбика Стоят Светодиодные Которые Ну в общем Такой аппарат В принципе Так сказать Его одноклассник Только немножко По другому Выполнил Кстати Это 82 Года Тут двоечка Первая В номере Тут 83 Года А так Колоночки Ну динамики Я думаю Что примерно Такие же Только мощность Потребляемая 40 ватт А там Вот 60 с чем-то А вообще Первый аппарат Который приходит В голову Когда вы смотрите На этот 250 Ну на мой взгляд Вот этот шар 700 У него 50 ватт Потребляемая Мощности Соответственно И Чуть-чуть Мощность Поменьше И здесь Пьезодинамики А У нашего Героя Обзора Здесь бумажные Динамики Еще один аппарат Который Роднит С этим 250 Ну Что тут Может роднить Протяжки Те же самые Протяжки Стоят Как на 700 На 500 Вот они И он тоже В красном цвете Ну давайте Я сейчас Все три Вместе Покажу Ну как-то Для наглядности Мне кажется Будет Понятнее Вот такая Троица Я еще раз Говорю Протяжки У них Все Одинаковые Вы знаете Я сейчас Вам просто Покажу Все свои Красные Аппараты Я не буду Я не буду Сравнивать С этим 250 Просто Покажу Какие У меня Есть Красные Аппараты Ну от Большого К малому Бывшая Из Японии Магнитола FF7 Саньо На мой взгляд Очень интересная Ну к сожалению Ей по жизни Досталось У него нет Крышки Батарейного Отсека А так Очень даже Неплохой И интересный На мой взгляд Как в визуальном Плане Так и В звуковом Аппарат Я сейчас Его включать Не буду Ну поверьте На слово Маленькие Динамики Но они Так Ничего Качаются Саньо 790 Тоже Знаковый Аппарат Очень многие Коллекционеры Любят его Ищут Коллекцию Но На мой взгляд Не зря Мне он Очень нравится Он Так сказать Больше Стандарта Батона Чуть-чуть Побольше Ну и Такой Навороченный Насыщенный Он Бывает В белом Цвете В черном Цвете Еще по моему Каком-то То ли Коричневым Ну и Естественно Красном Цвете Довольно Часто Он Попадается В разоренном Состоянии По этой Причине Я купил Вот Такой Саньо 727 Он Уже С Протяжками От Тошибы Но тут Самое Главное Обратите Внимание Двойная Крутилочка Которая Довольно Часто Теряется Или Ломается В общем Мне попадались Аппараты Без Этих Крутилок Сам Аппарат По себе Был Неплохой А у Крутилочки Не было Ну Вот В качестве Донора Я его И жду Когда он Мне пригодится Вот Очень Интересный Аппарат Саньо Маленький Такой Колонки Вверх Смотрит В смысле Динамики Вперед Пара И пара Наверх Я его Собственно Горя И храню Знаете Как Я его Так Вом виде Храню Чтобы пыль Не садилась На динамики Вот Интересная Моделька От Фирмы Sharp Это GF 7 Видите Двойные Антенны У нее Прекрасный На мой Взгляд Дизайн И С душой Отнеслись И хром Сколько Надо И вообще Компоновка Ну Мне очень Нравится Эта модель Она у У меня Еще есть В белом Цвете Когда-то Попала Еще и В голубом Но К сожалению Во время Пересылки Погибло Мы там Склеили Ее Ну Дальнейшая Судьба Ну Соответственно Клеенная Вещь Сами Понимаете Как Говорил Товарищ Рачков Родион Разбитую Чашку Не склеить Ну Сами То есть Коллекционная Ценность Минимальная Наверное Она где-то У кого-то Там Играет И сейчас Вот Тоже Интересный Аппарат Хороший На мой Взгляд Реверсные Реверсные Протяжки У нее Мне нравится В красном Цвете Кути 77 Но к сожалению У меня его нет Как тот Он мне не попадается За разумные Деньги В хорошем Состоянии В ужасном Попадался Ну А это Реверсный Аппарат За 3 копейки Я купил Донора 562 Или 561 Я уже не помню Я так подозреваю Что здесь Тоже такой Реверсный Механизм Как и на Кути 70 Ну Честно скажу Я его даже Не раскручивал Он видите В таком Ужаснейшем Состоянии Уже какие-то Кнопки Я там Отдал Людям Ну Может быть Еще там Крутилочки Пригодятся Или скажем Там Кнопки А может быть Тюнер Подойдет Куда-то Пока Я его держу Очень интересная Магнитола Саньо 7150 М7150 Мне подарили В Ростове Ну Она Просто В ужаснейшем Косметическом Состоянии Тем не менее Как аппарат Довольно Любопытен У него есть Выскочастотные Динамики Видите За сеткой Несмотря на то Что это Пьезодинамики Ну тем не менее Они есть Видите Такой Интересный Она Абсолютно Живая Но К сожалению Верхняя панель У меня такое ощущение Что ее сделали Не из алюминия А из какой-то Жести Что ли Из железа И она Коррадирует Потому что Вот верхняя часть Она такая вся В ужасном состоянии Поэтому Вряд ли она Подлежит восстановлению То есть Экономически Это не имеет смысла Вот такая Магнитола Асахи Модель 1215 RD-1215 Ну вообще-то Она по-моему Идет под брендом Fairmade Ну корпорация Асахи Помните Газета была Асахи Симбун Вообще Это крупная Корпорация Японская Ну видимо Они что-то делали И в электронике На мой взгляд Она интересна тем Что у нее Динамики Вверх направлены Когда я купил Они были Полностью Без подвесов Я там Сам делал Подвесы Своей методой Ну так Вроде бы Ничего Неплохо И смотрится Я не могу Сказать Что это шедевр Я еще раз говорю Что если бы не красный цвет Вряд ли бы Она у меня Задержалась Да и сейчас Собственно говоря Я там За нее особо Не держу Это магнитола Каньон Модель В-122 Ну Особо интересно Я ее не назову Тем не менее Конечно Имеет место быть Скажем так А что тут Привлекательное Что тут Можно отметить Это Тут стоит Индикатор Он в виде Призмы Поэтому получается Столбик там Один Прыгает А визуально Смотрится Как два Столбика Но естественно Они прыгают Синхронно Потому что Призма И плюс еще Здесь есть место Для кассеты Не знаю Вот так она Ставится А вот так Она ставится Видите Запасной Кассеты Была Вкуплена В Одессе За разумные Деньги Ну Я долго Сомневался Одобрять покупку Ильей или нет Но Илья Потом Принял На себя Как говорится Решение Принял решение И купил ее Сам Ну У нее Не было Ручки Настройки Подошла Хорошо Ручка Тошибы Видите Такая Ручечка Более-менее Она Во всяком Случае Не диссонирует С остальным Ну Такой Это аппарат Вот Интересный Аппарат От фирмы Санье Модель WU4UV В данном Случае У меня Есть И второй Такой аппарат Практически Точно Такой же Но При Всей Как говорится Их Скорости Они Немножко Отличаются У одного Из них Я сейчас Не помню Какого Тюнер На 7 Микросхем А Второго На Обычные 3 Микросхемы Левая Дека Автореверсная Причем Протяжка Очень Интересная На мой Взгляд Я на Магнитоле Писал Про нее Правая Обычная Это Так сказать Островные Аппараты У них Блок питания Вынесен Отдельный Но мне Попадался Не мне лично В руки Я просто Видел В интернете Продавался Европейский Вариант Такого аппарата У него Блок питания Был Внутри Модель Я точно Не помню Она Была Явно Другая Индексация Ее Не W U 4 Это Mark 3 Этот аппарат А тут А тут Просто UV Еще Один Красный Аппарат От фирмы Санью Я сейчас Ближе Покажу Его Ну Меньше Честно Говоря Я не знаю Это Модель 350 М С 350 Тут Есть Даже Таймер Видите Этот аппарат Бывает В разных Цветах Я Видел Желтый Цвет Я Видел Черный Цвет Но У меня Есть Еще Зеленый Такой Аппарат На Мой Взгляд Это Просто Прелесть Спросите Меня Зачем Я Вам Все Это Показал Я Не Знаю Какая Может Быть Связь Кроме Цвета Я Принесло Туда И Нам По штату Для того Чтобы Демонстрировать Студентам Какие-то Опыты Выделили Магнитофон ВМ-12 И хотя У меня В тот момент Уже Был Дома Магнитофон Но Тем не менее На кафедре Не все Были Обеспечены В виде Магнитофона Ну И вместо Того Чтобы Студентам Что-то Показывали Смотрели Сами Кто Притаскивал Кассеты И В частности Принесли Кассету Девять с половиной Недель Кинг Бессингер Микки Рурк Помните Посмотрели И спрашиваем Профессора Ну как вам Понравилось Никакой связи Кроме половой Ну вот здесь Никакой связи Кроме цвета Вот Просто цвет И все Красный цвет Почему красный Я вам сказал У меня есть магнитолы Не только красного цвета Там Какая-то Зелененькая Есть Желтенькая Есть Но они Настолько Редко попадаются В другом цвете Магнитолы Что Ну вот А красный Да У меня Я очень хотел Купить Когда-то Красный 590 Но Когда Мне сказали Что он Где-то Продается На OLX Ну это Аналог Авито Наш Украинский Я посмотрел Его уже Не было Но там Цена Была Какая-то Большая Я подумал Подумал Ну у меня Есть Там Скажем В другом Цвете Там В белом Или еще Какой-то Ну какая разница Цвет И тем не менее Красный цвет Он как-то так Знаете Пусть будет Рад Ему До свидания Редактор субтитров